Здравствуйте! Ваш вопрос. Четыре года назад у меня была замершая беременность и мы с мужем потеряли ребенка. Я верю в Бога больше десяти лет. Хожу в Евангельскую церковь. За моего малыша молилось очень много людей, но он все равно умер. Я не приняла и не смирилась с этой ситуацией. В то время было несколько операций, и после этого всего через месяц я сильно заболела. Думаю, четыре курса антибиотиков сделали свою работу. Началась непереносимость еды, лекарства. Я стала задыхаться и скорая каждую неделю. Прошло четыре года, и мое здоровье стало гораздо лучше, но непереносимость никуда не ушла. И очень строгая диета, но я привыкла. Мы усыновили мальчика через шесть месяцев после потери нашего, и кажется, что вроде бы все уже хорошо. Но каждый раз, когда я двигаюсь в Боге и иду дальше, у меня всплывает эта ситуация. Я не понимаю, если у нас и волосы на голове сочтены, как любящий Бог мог допустить такое в моей жизни. А если предположить, что Бог не все контролирует и не все происходит по его воле, тогда я совсем не понимаю, как такое может быть. Самое удивительное, что и до этого момента эта ситуация доставляет мне боль. Я вспоминаю про нашего ребенка и начинаю плакать. И приходит ропот, почему Бог не дал ему нам еще детей. Я послушала почти все курсы на сайте, и они мне очень помогли. Но ответа на вопрос, почему, для чего, как Бог такое допускает в жизни своих детей, я не нашла. Моя жизнь очень изменилась с момента, как я стала слушать ваши проповеди. Я стала понимать намного больше вещей. Какие-то духовные законы, которые работают. У меня была мысль, не мог ли сделать это дьявол, так как мы с мужем сильно ругались в то время. Но, с другой стороны, молитва такого количества людей разве не могла изменить ситуацию? Спасибо вам большое. И даже если время не найдется, я все равно очень благодарна. Спасибо вам за ваш откровенный вопрос и, на самом деле, боль вашего сердца и искреннюю позицию. И в данном случае завершение вашего размышления, оно на самом деле имеет отношение, потому что смерть и жизнь во власти языка. Когда мы произносим в устах наших неправильные слова, то рассчитывать, что молитвы других изменят эти слова, это неразумно. Потому что у вас власть, вы программируете свою жизнь. И тогда, когда вы идете через призму искаженного взгляда на Бога, искаженной личной ответственности, то вы ожидаете, что по молитвам других вы уговорите Бога. Но здесь не надо Бога уговаривать, а Богу надо на самом деле приносить доказательства, во что мы верим и как мы верим. И когда мы знаем, что наши слова имеют вес и значение, то ваш ребенок, он никуда не пропал, он с Богом, вы с ним встретитесь. Это самая главная надежда, которую вы имеете. Только дайте ему имя. Потому что когда ребенку дается здесь имя родителями, то там на небесах происходит прямо целая церемония присвоения имени. И это радостная церемония. И пусть если он еще умер, так скажем, в утробе, то таким образом дайте ему имя, если еще не дали. И перестаньте о нем плакать, облагодарите Бога за то, что вас ожидает радостная встреча с ним. А от чего Бог его уберег, может быть, и от тех слов, которыми он мог быть программирован. Это же тоже его наследство, с которым он развивался внутри вашей утробы. И поэтому в данном случае я верю, что у благого Бога не бывает ошибок, а это какая-то наоборот большая милость, оказанная вашему дитя. И почему я так могу уверенно рассуждать? Потому что у Иакова есть очень интересный контрастный подход к ситуации, которую мы можем увидеть и себя в этом, и Бога. Иаков в первой главе говорит, в искушении никто не говори, Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Вот простая схема, которая здесь показана, откуда смерть берет свою власть над чем-то или над кем-то. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Посмотрите, всякое даяние доброе. Поэтому если что-то пришло и в нашем восприятии это зло, то значит Бог это обернет каким-то очень большим добром. Потому что в нем такая суть, он умеет это оборачивать так. Вы можете сказать, да у кого-то хуже, чем у нас, но почему-то там живут и даже может быть эти дети отданы в приют и прочее, но они живы. Но вы не знаете, как Бог повернет в этих судьбах, как он их будет спасать или наоборот они окажутся заложниками вот этого горького наследства. Вашему ребенку он уже оказал свое благо. Через то, что этот ребенок уже с ним, так как за него молились, так как вы молились и он никуда не пропал. Дальше характеристика Бога. «Восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, да будет скор на слышание, медленно слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей. Посему отложив всякую нечистоту, всякий остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово «могущее спасти ваши души». Поэтому принимайте то слово, которое обуздывает эмоции, обуздывает язык, и будьте благословением для того ребенка, которого вы сейчас взяли, потому что он отец сироты, судья вдов. И когда вы оказываете сироте внимание, то вы это внимание оказываете Богу. И пусть Господь даст вам в ваше сердце то успокоение, потому что ропот – это то, что неприятно небесам. Недовольство, множество вопросов, которые задаются почему, а не для чего и с какой целью, то тем самым вы просто опять разворачиваете эту рану в своем сердце, в своей душе. Но мудрость в том, чтобы принять ситуацию сейчас, исходя из понимания сердца Отца. Когда вы знаете, что Он благой, и Он на вашей стороне, Он не тот, который бьет, а тот, который исцеляет. И мы сами попадаем под опасные последствия собственных слов или решений, а Господь умеет оттуда выводить наилучшим образом. Чего и вам желаю. Да благословит вас Господь своим шаломом, своим познанием себя и даст доступ в его глубины. Всего доброго, до новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»